Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Хован. Я приветствую вас на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами о тыквенных растениях, о некоторых правилах их выращивания для большого урожая. К тыквенным растениям наиболее привычным нам в огороде относятся огурцы, кабачки, патиссоны. Это разновидности всевозможные тыквы, ну кроме того дыни и арбузы в более южных регионах. Все тыквенные растения, которые выращиваются в огородах, относятся к однодомным двуполым растениям. Это означает, что на одном растении у них образуются мужские цветки и женские цветки. Их несложно различить. У мужских цветков отсутствует зависть, а женские цветки имеют небольшой плодик в качестве такой вот нижней зависти. Растения различных сортов существенно различаются по соотношению мужских и женских растений. У тыквенных растений можно обнаружить три типа растений. Это преимущественно мужского типа, когда 70% цветков образуются мужские. Эти мужские цветки еще называют пустоцветы. Также можно найти обоеполые растения, у которых соотношение мужских и женских цветков примерно одинаковое. И третий тип преимущественно женского типа. К таким типам растений, вот третьего типа преимущественно женским, относятся современные гибриды огурца и уже на сегодняшний день кабачка. Селекция кабачка двинулась вперед за селекцией огурца и в общем уже наступает лень на пятки. Это также выражается в том, что для кабачка уже теперь можно найти сорта с протонокорпическим типом образования плода. Портонокорпические плоды это плоды, которые образовались без оплодотворения, без образования семян. Таким образом, вот у огурца большое количество сортов преимущественно женского типа, портонокорпического типа. Это означает, что если не будет мужского компонента, не будет пыльцы для образования плодов, то они все равно образуются, потому что они могут образовываться без семян. Поскольку цветки у тыквенных растений являются раздельно полыми, говорить о самоплодности неграмотно. Почему? Потому что самоплодность обозначает, что плоды и семена будут образовываться в том случае, когда произошло самоопыление. А поскольку здесь в таких цветках только женский компонент, а в таких только мужской, самоопыление цветков в принципе невозможно. Ну, вообще у тыквенных растений могут быть обоеполые цветки, у которых есть и пестик, и тычинки. Но такие цветки не образуют семян, плоды, которые образовались в результате такого самоопыления, не образуют семян. Либо такие плоды образуются без семян, тоже по портонокорпическому типу. Но, как правило, они очень низкого качества и не используются в такой широкой селекции растений. Несмотря на то, что тип, такая сексуализация тыквенных растений определяется генетически, внешние факторы могут существенно изменить генетически предопределенный тип. Первым фактором, который очень влияет на высокое образование женских цветков, является предпосевное прогревание семян до 60 градусов Цельсия в течение трех часов. Как оказалось, вот такое мероприятие существенно увеличивает количество женских цветков. Также на количество женских цветков влияет и азотная подкормка. Азотные подкормки увеличивают и срок появления женских цветков, и количество женских цветков по отношению к мужским цветкам. Вот здесь очень важно, я заметил, что срок появления женских цветков наступает раньше. Дело в том, что у большинства тыквенных растений первыми цветками, которые образуются на растении, являются мужские цветки, и уже только после них начинают образовываться женские. В этом есть большой биологический смысл. Ведь на образовании женского цветка энергии уходит гораздо больше, чем на образовании мужского цветка. В этой связи, поскольку пчелы опыляют эти растения, пока пчелы не привыкли к тому, что у них здесь есть место сбора пыльцы и сбора нектара, растения привлекают пчел мужскими цветками, на которые потратили меньше энергии. А вот к тому моменту, когда пчелы начинают очень активно посещать эти посадки, растения начинают формировать уже и женские растения, и в этом случае гарантия опыления многократно повышается. Если мы имеем дело с протенокорпическими сортами, это означает, что им не нужно опыление, то в сущности нам просто нужно увеличить количество женских цветков для увеличения количества плодов. Если же мы делаем, имеем с традиционными сортами, то важен как мужской компонент, так и женский, потому что именно их совместное произрастание и обуславливает нам высокие урожаи. В случае даже протенокорпических гибридов я слышал неоднократно советы удалять вот такие вот мужские цветки. Якобы, ну, в связи с тем, что нет необходимости выполнять опыление, соответственно, нет необходимости вот в таких цветках. Можно пройти и поудалять вот такие вот цветки. На самом деле, никакой пользы от такой хирургии не будет. Будет только вред. В чем этот вред выражается? Во-первых, когда вы удаляете вот такой вот цветок, вот в такой фазе развития, но даже чуть моложе, это не имеет никакого смысла с точки зрения экономии энергии растений. Потому что вот 90% энергии на формирование вот этого цветка, оно произошло до его распускания. Поэтому его вот такое вот удаление с точки зрения сохранения энергетики растений не имеет никакого смысла. Кроме того, оно еще немножечко вредит. Оно вредит то, что вы наносите рану растению, а любые раны – это большой стресс. Кроме того, на вот этот запах начинают слетаться всевозможные вредители, а также это ворота для инфекции. И если инфекционный фон у вас естественный, такой, как у меня, не то, чтобы здесь какие-то есть специальные заградительные миры, простой обыкновенный огород, то в этом случае нанесение таких ран является достаточно опасным. Конечно, мы так или иначе наносим эти раны, когда убираем плоды. Но это вынужденная мера. Как же нам убрать без нанесения раны? Но дополнительные раны растению совершенно не нужны. Что же сделать для того, чтобы повысить урожайность и для того, чтобы увеличить количество женских цветков? Для этого существуют нормальные, нетравматичные, не такие вот дикие хирургические методы, а хорошо изученные и многократно примененные в практике методы увеличения количества женских цветков. Как я уже говорил, одним из таких методов является азотная подкормка. Если вы регулярно вносите азот под огурцы, под кабачки, под патиссоны, под тыквы, количество женских цветков у вас может увеличиться на 30% по сравнению с вариантом, когда такие подкормки не делаются или делаются, но не регулярно, только в первой половине вегетации. То есть, когда у вас вторая половина вегетации, когда у вас уже во все образуются огурцы, все равно не нужно забывать о том, что такие подкормки необходимо делать. Конечно, не стоит занитрачивать растения, чтобы плоды содержали избыточное количество нитратов, но умеренные подкормки очень и очень важны. Второй фактор, который существенно увеличивает количество женских цветков на растении, это бор. Борные подкормки являются чрезвычайно целесообразными. В этой связи, если вы проводите борные подкормки на томатах, обязательно проведите такие же подкормки на огурцах, кабачках и тыкве. Это также сместит вот эту динамику образования цветков в сторону увеличения именно женских цветков, которые дадут нам плоды. Кроме того, было замечено, что некоторые гормоны растений, такие, например, как индолилуксусную или индолилмасляная кислота, способны существенно увеличивать количество женских цветков. А вот гибереловая кислота, на основании которой делаются препараты типа бутон, зависть, наоборот, несмотря на то, что они действительно увеличивают количество цветков, но у тыквенных растений они увеличивают именно количество мужских цветков, что, в общем-то, может снижать потенциальный урожай у этих растений. Поэтому, особенно в первой половине вегетации растений, для стимуляции образования женских цветков никогда не используйте препараты типа бутон, зависть и так далее. Для них действующие вещества наиски и белого наиски. Используйте препараты бутон, 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 бутон и так далее, корнеобразователь, те, которые содержат индолилюмасляную кислоту. Однако же, в второй половине вегетации проблемой может являться как раз отсутствие мужских цветков, когда все растения огурца имеют женские цветки, а мужских цветков образуется уже мало. Ну, во-первых, я всегда говорю о том, что при выращивании огурца, пчелоопыляемого огурца, которому все-таки необходимо опыление, необходимо высаживать несколько сортов, которые с различной динамикой и с различным типом сексуализации будут обеспечивать на весь период плодоношения огурца достаточное количество пыльцы. Но, если все-таки это произошло, и пыльцы мало, и у вас пчелоопыляемый огурец, традиционный огурец с семенами, то в этом случае, во второй половине вегетации не лишнее обработать вот такими препаратами, типа зависть, бутон и так далее, для того, чтобы образовалось какое-то количество и мужских цветков тоже. Интересным свойством является, обладает также и препарат димексид. Аптечный препарат димексид у нас на тему димексида есть отдельный выпуск. Так вот, оказывается, что даже 1-тысячнопроцентный раствор димексида, то есть очень маленькая концентрация димексида, существенно смещает количество женских цветков в сторону увеличения. Поэтому, если вы огурец обрабатываете в первой половине вегетации, или же имеете дело с протонокорпическими, огурцами или кабачками, в этом случае вам не помешают регулярные обработки димексидом в концентрации от 1-тысячной до 1-сотой процента. Это очень мало, но очень эффективно для увеличения доли женских цветков и для существенного увеличения урожая этих тыквенных культур. Надеюсь, что мой совет вам поможет получать большие, богатые урожаи, не используя какие-то такие хирургические, травматичные для растений стрессовые методы, а используя нормальные, уже много десятки лет назад, изученные и внедренные в практику. Производство и сельскохозяйственного, труднотоварного производства и приусадебного общества методы повышения доли женских цветков на растениях семейства тыквенных. Спасибо вам большое за внимание, оставляйте ваши вопросы. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова